Оформление проекта на какой-либо угодно краудфандинговой площадке состоится из трех блоков, это видео проекте, это текстовая часть и это вознаграждение. Здесь нет какого-то главного блока, то есть допустим надо делать впор на видео или только на вознаграждение, здесь весь проект должен будет оформлен, быть очень гармонично и очень связанно. Видео всегда лучше воспринимается, чем текст, и запоминается оно намного лучше и быстрее, а также, грубо говоря, человек все-таки ленивое существо, и ему проще нажать кнопку и посмотреть, где ему все расскажут, чем скроллить и смотреть, что там, кто там написал что-то. В видео проекта должно быть личное обращение автора, рассказ о себе, кто вы, чем вы занимаетесь, может какой-то рассказ о себе, может быть у вас что-то в жизни было связано с той проблемой или с тем продуктом, который вы хотите решить или создать. То есть нужно, скажем так, вызвать доверие спонсора к себе. Также презентация продукта или прототипа. Прототип нужен в случае, если это какая-то техническая разработка, а продукт, если, опять же, это какие-то своеобразные предпродажи. То есть нужно показать наглядно, что вы предлагаете, на что вы хотите собрать деньги. Должно также быть сравнение продукта с рыночными аналогами и преимущество перед ними. Но это, опять же, это если вы хотите создать какой-то продукт. То есть, если вы занимаетесь решением какой-то проблемы, этот пункт вам, в принципе, не нужен. Определение цели для сбора средств тоже очень важно, потому что в проекте должна быть четкая цель, на что вы собираете и куда эти деньги пойдут. Должен быть призыв к действию для спонсоров, мотивация, чтобы спонсоры хотели проспонсировать проект. Опять же, позитивное настроение видео, если проблема какая-то, или оно должно быть грустным, то оно должно быть грустным. Позитивное это просто, что должен быть позитивный настрой видео. Опять же, если это какая-то социальная проблема, то настроение видео должно быть непозитивным. И длительность видео, это на самом деле очень важно, 2-3 минуты, потому что, опять же, статистику мы получаем с сайта по просмотрам. И редко, очень редко в каких случаях видео смотрится дольше трех минут. Обычно две-три минуты это максимум, который может посмотреть человек. Текстовая часть проекта. Текст от автора должен быть дублирующим или дополняющим видео. Естественно, это не должно быть просто копией абсолютной, нужно побольше какой-то информации в каких-то важных вещах, которые вы, допустим, засняли видео, и перед запуском вы проверяете текст и понимаете, что там чего-то не хватает, что-то мы забыли. Вы же не пойдете перезаписывать видео, можно это добавить в текстовую часть. Должен быть сжатый, то есть как можно меньше воды. И опять же, человек, существо ленивое, он не будет все читать, ему нужно в идеале вообще все выделить, самое основное, чтобы он так глазами пробежал. Ага, я хочу, выбрал вознаграждение и все. Читаемый текст. У нас просто есть стандартный шрифт, вы можете, допустим, вставлять картинки с текстом, опять же, чтобы человек не щурил глаза, не приближался к экрану, чтобы он все четко видел. Грамотный текст тоже на самом деле важен, потому что ошибки замечает любой человек, и доверие все-таки снижается, если это только не какой-то иностранный представитель или там может быть какой-то иностранный человек. Хотя в любом случае нужно быть грамотный текст должен быть. Разделен на смысловые блоки. Опять же, это примерно как видео о вас, о вашей команде, какую проблему вы решаете или какой продукт вы создаете, сколько денег вам нужно, четкая цель. То есть все должно быть по блокам, чтобы люди видели. Еще в идеале, конечно, ну это вот наличие графических материалов, то есть фотографии, картинки какие-то, инфографика, сметы, на что пойдут собранные деньги в процентах. Все-таки лучше в процентах, это чисто визуально больше воспринимается хорошо. Сроки реализации, опять же, потому что не всегда, то есть вы собираете деньги и сразу же готовы что-то создать. Там мероприятие или помочь кому-то, или что-то создать. Должно пройти какое-то время, прежде чем вы на собранные деньги начнете реализовывать. То есть это тоже важно показать людям, а то они, ага, я по идее должен получить там через месяц свое вознаграждение, а ну там через год ему только придет. Тоже нужно, спонсоры должны видеть все. Сверхцели. Сверхцели это, кстати, очень хорошая вещь для, скажем так, мотивации ваших авторов. Ой, а ваших авторов, ваших спонсоров. Вот, ну я еще вернусь к этому, чисто графически все покажу, точнее на примерах. Описание реализации денежных средств, то есть на что пойдут собранные деньги. Опять же, то есть человек открывает ваш проект, он видит, что вам нужно 100 тысяч, и не написано, на что нужны эти деньги. Тоже как бы доверие снижается, поэтому лучше расписывать все абсолютно. А информационные партнеры проекта, если у вас есть какая-то уже заложенная, скажем так, поддержка от кого-то, или вы, может быть, с кем-то сотрудничали раньше, кто может, скажем так, за вас поручиться, то это тоже лучше всего указать, потому что это, опять же, вызывает доверие спонсоров. Отзывы также вызывают доверие для потенциальных спонсоров. Они заходят на проект и видят какой-то знакомый логотип, или знакомое лицо, или знакомое имя. Значит, да, значит, то есть проект не обман, значит, да, все, мы спокойны. Ну и призыв к действию. Ну вот, допустим, показано из проектов, вот это инфографика с метапроекта, это у нас был проект по созданию настольной игры, то есть написано, на что пойдут деньги, то есть 75% на печать игры, 5% на верстку, комиссия банка 5%, комиссия бумстарта 5% и корректура и редактура тоже 10%. Вот, а там сверхцели. То есть сверхцели – это хорошая возможность, чтобы, опять же, промотивировать ко вкладам спонсоров. Ну, это касается, наверное, скорее всего, проектов, которые связаны с производством какого-либо продукта. То есть для каких-то социальных проектов это не особо хороший вариант. Потому что это было издание книги, и то есть при сборе, у них, по-моему, 100 тысяч было заявлено, при сборе в 150 тысяч экземпляров книги будет намного больше издано. И здесь вот идет, то есть если будет собрано 230 тысяч, то будет 500 экземпляров книги создано, если 350, то будут видеоролики. Там книга была об скрайбинге, скажем так, способе визуализации информации путем вот таких вот своеобразных картинок, нарисованных от руки или в каком-либо редакторе. Вот, то есть должна быть мотивация. То есть чем больше людей денег проспонсирует проект, тем больше получат спонсоры все вообще. То есть, допустим, при сборе в 350 тысяч спонсоры проекта еще могут наслаждаться роликами бесплатными. Вот, а при сборе в 430 тысяч, скажем так, своеобразное обучение будет предоставлено всем спонсорам. То есть это очень хорошо, опять же, для проектов, которые производят какой-то продукт. То есть те же настольные игры, там при превышении сборов заявленных, добавляются там дополнительные какие-то карточки, какие-то фишки, поля, еще что-то. Вознаграждение в проекте. Вообще вознаграждение – это награда, которую получает каждый спонсор за его финансовую помощь проекту. Вознаграждение, как уже замечали здесь, бывает материальное и нематериальное. Материальное – это, допустим, если автор собирал на книгу, это книга. А нематериальное – это PDF-вариант книги. Какие-то благодарности в социальных сетях, на электронную почту, нечто подобное. А материальное – это все, что можно пощупать, грубо говоря. Правила вознаграждения. На самом деле, лично по моему опыту, я могу сказать, что вознаграждение – это, наверное, самое, скажем так, не то, что сложное, а вещь, над которой реально нужно задуматься и не делать ее вот так вот просто, как мне кажется. Нужно перед тем, как прописывать вознаграждение, задуматься о том, что бы вы дали, точнее, что бы вы хотели получить за ту сумму, которую готовы отдать. У вознаграждения должна быть оптимальная градация. То есть разные люди приходят на проект. У кого-то, допустим, тысяча рублей в кармане, у кого-то десять тысяч в кармане. Он приходит на проект и видит, что вознаграждений там, грубо говоря, два всего лишь – за сто рублей и за тысячу рублей. А он-то может пожертвовать десять, и он не видит пожертвовать, проспонсировать на десять тысяч. И он может отдать вам десять тысяч, но не видит этого вознаграждения за десять тысяч, и он отдает вам тысячу всего лишь. Хотя мог отдать десять. Это тоже нужно учитывать, чтобы для разных денежных категорий спонсоров были свои вознаграждения. То есть кто-то может отдать сто рублей, кто-то тысячу. Нужно это учитывать. Также должно быть в идеале больше 7 вариантов вознаграждений 7 это оптимальное число Вообще у нас на платформе средний платеж это 1000-1500 рублей То есть за эти деньги нужно предоставлять спонсорам что-то самое, скажем так, значимое То есть если вы производите какой-то продукт, он должен укладываться в сумму от 1000 до 1500 Не должны вознаграждения превышать рыночную стоимость Опять же это больше подходит для каких-то проектов, связанных с производством чего-либо То есть лучше, не обязательно они должны быть намного дешевле, чем та сумма, за которую вы хотите продавать Нужно, чтобы она была чуть-чуть, но поменьше, чтобы у спонсора, когда он приходит и видит, чтобы он видел так Ага, на 100 рублей подешевле, отлично, пойду-ка подержу Нужно указывать доставку за счет автора, если это что-то материальное Потому что у нас, честно, не помню название, не могу вспомнить, но был проект Авторы находились где-то в районе Индии И у них вознаграждение за 100 рублей было открытка И было указано, что доставка за счет автора Это по ошибке так получилось Точнее они не рассмотрели, так как проект был входящий И они просто разорились на то, чтобы доставляли открытки из Индии в Россию Просто та сумма, которую они собрали, была потрачена просто на отправку Это тоже нужно очень хорошо просматривать Допустим, на бумстартере 5 вариантов доставки Это не требуют доставки Это самовывоз То есть самовывозом вы можете использовать Если у вас есть свое помещение, какая-то своя организация То вы можете использовать ее Если же вы, допустим, запускаетесь как физическое лицо Вы без проблем можете использовать офис бумстартера Мы как бы это не возбраняем Единственное, чтобы это не было что-то большое Доставка по России Россия и СНГ И доставка по миру Визуализация вознаграждений Это тоже очень важно Все важно Нужно, чтобы спонсор видел, что он получит Потому что вот так вот тоже Собирать его на какую-нибудь зарядку И непонятно, как она выглядит визуально И автор не будет ее брать, если не увидит, как она выглядит Спонсор не будет ее покупать Если не будет видеть, как она выглядит Потому что это очень важно Или, допустим, если это какая-то бижутерия или еще что-то Спонсор должен видеть, что он получит Это обязательно Ну и также должно быть наличие спонсорских пакетов То есть помимо Вы, на самом деле, как вознаграждение Можете указывать абсолютно любую сумму Которая вам только придет в голову Это могут быть миллионы и миллиарды И дальше Но, естественно, надо понимать, что никто такие деньги Не будет платить Через краудфандинговую компанию Им проще будет просто так вам их перечислить Спонсорские пакеты зачем нужны? Это, допустим, опять же Если это производство какого-либо продукта Допустим, настольную игру, тоже пресловутую Спонсорские пакеты нужны для того, чтобы, допустим, пришел к вам Какой-то магазин настольных игр Как юридическое лицо И он отчетливо понимает, что через Boomstarter Ему заказать кучу игр намного дешевле, чем через Допустим, просто через компанию Которая занимается производством этой игры И он выкупает этот спонсорский пакет Намного дешевле, получая то, что, по идее, должен Получить намного за большие деньги Если это мероприятие какое-то То как спонсорские пакеты можно предлагать Допустим, размещение логотипа какой-то компании На баннерах, флайерах, каких-то стойках Или просто как представительство на мероприятии Крупные спонсоры на самом деле порой закрывают проекты То есть делают их успешными У нас есть несколько на платформе, скажем так, бизнес-ангелов Которые очень любят социальные проекты Просто безумно любят и жертвуют Ну, по-моему, максимальный платеж, если я ошибаюсь, был около 600 тысяч То есть проект там собирает Чуть-чуть, по-чуть, по-чуть-чуть там собрал, допустим Ну, 40 тысяч И приходит бизнес-ангел и просто закрывает проект Бахает туда 560 тысяч Это очень частая практика у нас То есть это все нормально Это очень хорошо для социальных проектов Потому что они направлены на помощь кому-то А не на продажу чего-либо Потому что в случае с продажами Если у вас, скажем так, нету спонсоров, поддержавших проект Значит, ваш проект никому не нужен А социальные проекты за счет порой бизнес-ангелов и выигрывают Необычные бизнес-ангелы ничего не требуют взамен Также важно в вознаграждениях использовать Различные маркетинговые ходы Хитрости и необычные вознаграждения Допустим, такая своеобразная бумстартеровская вещь Это как вознаграждение для ранних пташек То есть, грубо говоря, кто первый пришел Кто-то выкупил по самой дешевой цене вознаграждение Это был проект Magic Cup Который вот там кружка И там изображение проецировалось на саму эту кружку Также можно использовать Такую тоже как фишку Это специальная цена То есть намного дешевле, чем в розничных магазинах И необычные вознаграждения Опять же, это не особо все подходит для социальных проектов Но как продажи это работает Вы можете, допустим, стать частью проекта И бросить генерального директора через стол Ну, как бы было выкуплено Кто-то, наверное, бросил Там еще менеджеров, по-моему, можно было покидать, принесут Вот, допустим, у нас сейчас проект собирает Что-то там связанное с фермой, с козами Там, допустим, по-моему, за 10 тысяч рублей Можно было выбрать Точнее, можно даже сейчас выбрать Вознаграждение, как дать имя Какому-то там особенному племенному козлу То есть, опять же, должно быть что-то Если проект не грустный Не какой-то жестко-социальный То можно, в принципе, немножко добавить фана И какой-то развлекательной части Потому что это реально привлекает внимание спонсоров Визуализация вознаграждения Ну, я говорила про то, что она нужна То есть спонсор, приходя на проект, должен видеть, что он получит за каждую конкретную сумму Допустим, вот первое изображение Это у нас был конструктор Micronic А, и там были, скажем так, разнообразные механизмы Элементы, через которые можно было создать своего такого робота Как тебе захочется А второе, это книга Бармина Он известный блогер в своих каких-то сферах Нет, в ЖЖ он известен, да И он много, он, по-моему, как-то ВКонтакте был связан с Билайном Вообще он был бизнесменом когда-то Вот, он издавал книгу Господи, я помню всех, кто мне когда-то не перезвонил И он собрал около, по-моему, миллиона, там, 900 с чем-то тысяч Тоже должны быть разные Должна быть градация вознаграждений для разных спонсоров Формирование сметы проекта Опять же, спонсоры должны видеть, на что пойдут деньги То есть в сметы проекта нужно заложить ту сумму Которая вам необходима для реализации проекта Допустим, на первоприятие, на аренду На аренду, там, возможно, каких-то фудкортов На какие-то развлечения и прочее Самая минимально необходимая сумма, которая вам нужна Опять же, не обязательно, но все же кто-то этим пользуется Затраты на рекламу, оформление, продвижение проекта даже должны учитываться Если вы, допустим, решите продвигаться в средствах массовой информации Которые требуют деньги за рекламу То ее желательно тоже заложить в смету Оформление, опять же, не каждый может так вот Знает, как пользоваться фотошопом или видеоредакторами И порой кто-то нанимает людей, которые снимают видео И заполняют проект визуально и прочее Тоже за это берут деньги, которые тоже можно заложить в сумму, которую вы хотите собрать Реализация вознаграждений То есть помимо того продукта, той самой главной цели проекта Как, например, мероприятие какое-то вы хотите провести То есть должна учитываться то, что не все люди будут выкупать вознаграждения А как, допустим, посещение этого мероприятия, если оно платное Все равно какие-то люди будут давать, выкупать вознаграждения из других регионов И просто чисто физически не смогут приехать на это мероприятие Если, допустим, оно в Москве проходит То есть там за 100 рублей открытка опять же та же То есть на производство открыток нужно закладывать деньги Доставка Как я уже говорила, лучше заложить доставку за счет автора Но если это не мир По России, в принципе, это не так и дорого будет Комиссии налоги Комиссия бумстартера составляет 5% Эти деньги, которые мы собираем, потому что это очень частый вопрос от авторов На что идут эти несчастные 5%, которые вы забираете Эти деньги идут на то, чтобы содержать нашу платформу Чтобы платить разработчикам Чтобы арендовать нам офис Чтобы вы могли к нам прийти И мы могли с вами все сделать вместе Программистам, рекламщикам и прочим То есть нам нужно на что-то жить И 5% с проекта мы на них живем Также есть 5% платежных системам и банкам Потому что у нас есть варианты оплаты через банковскую карту Через мобильных операторов Киви кошелек Яндекс деньги И, по-моему, что-то есть еще Но им очень мало кто пользуется Мы хотим ввести в скором времени возможность платить через PayPal То есть этим сервисам тоже нужно давать какую-то часть собранных средств И это 5% И налоги У нас можно запускаться как физические лица, так и юридические лица Если вы запускаетесь как физическое лицо То вам нужно уплатить НДФЛ Это 13% Это мы платим за вас сами А если вы запускаетесь как юридическое лицо Как какая-либо любая организация По упрощенной системе налоги будут 6% Это уж вы платите будете сами Мы просто предоставляем вам договора В ту документацию, по которой вы идете в налоговую И уплачиваете налоги И также нужно закладывать своеобразную финансовую подушку Те расходы, которые могут случайно получиться Например, если вы организовываете мероприятие И вы до запуска проекта согласовали Что вы будете арендовать, допустим, парк Сокольники За 100 тысяч на один день И вдруг так сложилось, что там курс поднялся Или что-то случилось И Сокольники от вас, например, теперь требуют 120 тысяч Вы должны учитывать это То есть финансовая подушка не должна быть большой А если вы собираете больше, допустим, 500 тысяч То это может быть тысяч 50-60 А вдруг что случится Потому что тоже так вот получается Вы соберете деньги А недостаточно их будет И что-то поменяется Когда вы будете вести проект Опять же, если проект не собирает 100% Деньги обратно спонсорам рассылаются Сроки краудфандинговой компании На Boomstarter это от нуля Там буквально даже на 5 минут можно запустить проект До 60 дней По статистике наибольший успех имеют проекты, которые Запускаются на срок 30-35 дней Потому что два месяца никто проект вести не будет Человек, опять же, существо ленивое Он не будет два месяца каждый день заходить Кому-то что-то писать, что-то делать, куда-то ездить Это редко кто делает И на самом деле по нашей статистике 30-35 дней это оптимальный срок Тем более, что в основном деньги собираются за первые 5 дней Потому что сбор средств у нас, в принципе, вот именно автором происходит в два этапа Первый этап это когда проект запускается Ему нужно собрать какую-то небольшую сумму То есть там 5-10-15% И обычно автор пишет своим друзьям Своим родным, каким-то коллегам Которые могут поддержать проект Для того, чтобы собрать вот эту вот минимальную сумму Чтобы, так скажем так, если пришел кто-то незнакомый Он увидел, ага, денежка есть Пойду поддержу А то он придет, а там ноль И он поймет, что, ну зачем мне это нужно Вот А и вторая часть сбора средств Это когда автор начинает массивно, массово писать во всякие СМИ А форумы, новостные какие-то источники Которые будут освещать проект Опять же, потому что Они заходят по этой ссылке на проект и видят ноль И зачем нам это Ну зачем нам нужно бесплатно Ну я сейчас говорю именно про бесплатную часть Бесплатный способ размещения рекламы Зачем нам поддерживать проект, который не собирает Опять же, нужно вызвать доверие потенциальных спонсоров Можно вопрос? Да Это какая-то ограниченная сумма? Оно означается? Первая часть Нет, это в процентах все обычно Ну а какой процент? Ну говорю, то есть оптимально То есть, ну вот чисто, опять же Это примерно сбор, ну именно по личным сообщениям По каким-то друзьям, знакомым Это где-то 10-15% Чисто для уверенности, для спонсоров Но опять же, вы приходите на проект, на котором ноль Зачем вам поддерживать проект, на котором ноль Который никто не поддерживает Но опять же, это не случай, если только что проект запустился Как происходит ранжирование проектов на площадке? Я публикался, я какое-то время пишу в топе И потом опускается проект Нет, у нас есть раздел новый И там вот, то есть проект запустился Следующий проект запустился И вот так вот постепенно спускается Да-да-да Мы еще, я не знаю, как у нас своеобразное нововведение будет Что новые проекты в идеале должны публиковаться на главной странице сайта То есть, когда люди просто заходят Они видят новые проекты Там что-то интересное А в дальнейшем как То есть, вот он опускается Если, например, он популярен А, да Так я, по-моему, об этом в презентации нету У BoomStarter есть два варианта чисто продвижения по самому сайту Это проект дня и рекордсмен дня То есть, человек, когда заходит на страницу BoomStarter, на главную Он видит проект дня Это тот проект, который за Так, сейчас, они в очереди стоят Насколько я знаю, три дня Который собрал очень быстро максимальное количество денег То есть, там собрал он Там за, ну, грубо говоря, запустился И собрал за три часа 15% Вот он Да-да-да То есть, это абсолютно автономно То есть, там по системе То есть, это делает не человек Он становится проектом дня Который в течение 24 часов С 10 утра До 10 утра следующего дня Он висит на главной странице сайта Вот И рекордсмен Это тот проект, который за предыдущий день собрал большую сумму Я тогда расскажу про первые, четвертые, про которые не говорила Это публикация о проекте в группах в социальных сетях На Фейсбуке, по-моему, у нас где-то 40 тысяч человек А ВКонтакте чуть меньше 100 тысяч То есть, опять же, без проблем Публикация о проекте в наших группах Это, скажем так, тоже вызывает доверие Репосты, лайки Все это можно собрать и таким путем продвигаться Проект дня Рекордсмен Это на главной странице сайта И рассылка на электронную почту по базе спонсоров Любой человек, который хоть когда-либо регистрировался на сайте Или спонсировал какой-то проект Имеет аккаунт на Бумстартере Свой личный кабинет Ну, естественно, он имеет электронную почту Которая привязан этот аккаунт И ему два раза в неделю приходит рассылка Ну вот Тут, правда, не все кураторы, которые у нашей площадки есть Их, по-моему, раза в три или в четыре больше Ну, это одни из них Это сайты, форумы, сообщества какие-то Которые бесплатно Если ваша тематика сходит с тематикой их Могут как-то, не как-то, а помогают вам с продвижением То есть на своем сайте размещают информацию Договаривают за вас с кем-то другим Для продвижения и прочее Оно